Здравствуйте! Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение Александра Логинова публично не обсуждать историю своей дисквалификации за применение эритропоэтина. На минувшем чемпионате мира, который прошел в итальянском Антхольце, Логинов завоевал золотую медаль в спринте и стал третьим в гонке преследования. После этого некоторые иностранные биатлонисты выражали свое недоверие россиянину из-за дисквалификации, которую Логинов получил в 2015 году. Я по-человечески понимаю Сашу, знаю его, помню как он попадал в команду. Еще до того, как Логинов вышел на элитный уровень, было видно, как он любит свое дело и отдает ему всего себя. Честно, я была удивлена, когда он сумел выиграть на чемпионате мира, несмотря на огромное давление на психику и все, что происходило с ним потом. В тот момент меня изнутри просто раздирало. Сказал Кузьмина в интервью. Мне кажется, если Саша не разрешит этот момент, то дальше ему будет все сложнее психологически. Я совершенно не понимаю, как он умудряется справляться со стрельбой на фоне всех этих проблем. Все-таки он таскает за собой этот неприятный багаж уже несколько лет после своего возвращения. На мой взгляд, важно уметь быть борцом не только на трассе, но и в жизни. Добавил Кузьмина. Кузьмина ранее представляла Россию, переехала с мужем в Словакию и с 2008 года стала выступать за эту страну. На Олимпиадах в Ванкувере и Сочи биатлонистка завоевала золотые медали в спринте, а на играх 2018 года в Пхенчхане стала лучшей в масс-старте. В октябре 2019 года Кузьмина объявила о завершении спортивной карьеры. Нам совершенно понятна точка зрения Анастасии Кузьминой. Однако, на наш взгляд, это только решение Александра Логинова и только его. Если спортсмен посчитает, что нужно что-то рассказать, значит расскажет. Если нет, то это будет только его решение. Он никому ничего не должен. Нам бы в конце интересно было узнать, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайком и конструктивным комментариям. До новых встреч!